Продолжаем передачи для детей. Теперь мы приглашаем к приемникам и репродукторам ребят младшего школьного возраста. Перу писательницы Надежды Надеждиной принадлежит немало чудесных детских сказок. Она придумала и сказочного деда Аука, благодаря которому сказочное в лесу становится настоящим, а настоящий сказочным. Вот и еще одна ее сказка. Она называется «Как тигр извинился». Эй! Эй, действующие лица! Все на месте? Я тут. Я тигрица. Из рода уссурийских тигров, которые славятся и ростом, и красотой. А я мамин сын, признанный лесным народом, повелителем тайги. А я всего лишь бурундук по прозвищу Пять полосок. А мы волки. Я матерый. А я волчица. А я муравей, с которого вся эта история и началась. Я кедровка. А мы другие птицы дальневосточной тайги. В этой дальневосточной тайге и происходит действие. Но прежде чем всему начаться, я хочу спросить вас, друзья, умеете ли вы вести себя в лесу? Вот кто-то вырвал с корнем кустик черники, а ведь кустик мог бы жить 300 лет. Вырвал и обездолил тетерева, глухаря, чей корм черничные ягоды, и лисицу, которая подкарауливает этих птиц. Если кто-то поломал ветки орешника, он обидел не только орешник, но и поползня, и белку, и куницу. Все живое связано между собой. Таков лесной закон. И чтобы вы лучше его запомнили, сказка сегодня будет о тигре, который этого закона не знал. Он считал, что деревья растут для того, чтобы чистить о них когти. Так делают все кошки. А тигр, хотя клыки у него длиной чуть ли не в 7 сантиметров, и сам он весит более 300 килограммов, и прыгает на 6 метров в длину и на 2 метра в высоту, все же он кошка. Огромная, полосатая, дикая кошка редкой красоты. Поэтому, когда тигр был еще маленьким, мать обучала его обычным кошачьим наукам. Обучала, понятно, без учебников, с помощью уха, хвоста и языка, чему вы сейчас услышите сами. «Пока тебе, сынок, не исполнилось трех лет, ты не можешь жить самостоятельно. Не отставай от меня в лесу, заблудишься, пропадешь». «Не пропаду, мама. Если заблужусь, то замурлыкаю, и ты меня услышишь». «Какой ты еще глупенький. Не знаешь, что тигры живут скрытно, и подавать голос в лесу малышам запрещено. Когда ты идешь следом за мной, чтобы не заблудиться, смотри на белое пятно на задней стороне моего уха». «Да, это ваш котячий путевой знак. Ты понял, что он приказывает тебе?» «Да, не отставать, смотреть на него и следовать за ним». «Верно. Мы охотники-одиночки. Подкрадываемся к добыче без шума. Прыжок тигра должен быть внезапным, как вспышка молнии. Тогда он неотразим. Вчера я принесла дикую свинью. Все произошло так быстро, что длиннорылая не успела даже хрюкнуть. Кабанье стадо не заметило потери и продолжало спокойно пастись. «Я тоже хочу так прыгать. Для этого мы начинаем нашу игру-урок. Ты охотник, а мой хвост твоя добыча. Подкрадывайся. Ближе, ближе. Теперь прыжок. А, что? Получил конус, потому что промедлился. Начнем снова. Подкрадка. Прыжок. Вот теперь получилось. А жесткий, как терка, шершавый материнский язык, которым тигрица вылизывала тигренка, давал ему урок чистоплотности. Пока ты маленький, я тебя умываю. Подрастешь, будешь купаться в ручье и сам умываться языком. А так вот тогда? Умываться нужно после каждой еды обязательно. Иначе твоя охота не будет удачной. Хоть ты и подкрадываешься бесшумно, но запах выдаст тебя. Ну, я уж и без тебя себя вылизу. Неужели другие звери умываются так часто? В нашем кошачьем семействе все. Ну, а эти собаки... С собаками тигрица называла всех зверей из семейства псовых. И волков, и лис, и шакалов. Так вот, собаки просто не способны умываться своим слюнявым языком. Они неряхи. От них всегда пахнет. Ну, а как же они охотятся? У них и охота грязная. Гонят добычу с копом. Ой, сколько шума! Весь лес трещит. А когда догонят, ты увидишь сам. И тигр увидел. Но уже взрослым, когда уже перестал ходить след в след за матерью, а разгуливал по лесу сам по себе. Тигра окликнул бурундук. Хотя на спине у бурундука всего пять полосок, а это гораздо меньше, чем у тигра на хвосте, но за эту полосатость тигр выделил бурундука из всех других зверей и милостиво беседовал с ним. Слышь, хозяин, я видел мертвого кабана. И хочу тебя спросить, это не ты случайно забыл свою добычу? Я ничего не забываю, тем более правил честной охоты. Охотятся для того, чтобы быть сытым. Одного кабана мне хватает почти на две недели. Убыль для стада незаметная, потому что в моих владениях и не переводятся кабаны. А этот брошенный кабан... Я хочу знать, кто посмел скалить зубы на мою добычу, топтать мою охотничью тропу. Пять полосок. Покажи мне этого мертвого кабана. Вон, вон там, в кустах. Он и лежит. Когда тигр вылез из кустов, он захрипел, он даже закашлял от ярости. Хвост у него так и ходил ходуном. Позор. Позор охотнику, который не может одним ударом свалить добычу. Бедняга кабан околел от ран. Его бока рвали острые зубы. Пять полосок. Ты можешь мне сказать, чьи были зубы? Теперь я понял. Волчьи. И как это я сразу не догадался. Моя родственница белка рассказывала мне, что видела и других околевших подранков. И еще она говорила, что после того, как на кабанов напали волки, прежнего стада уже нет. Да. Те кабаны, которые уцелели, разбежались от страха. Кто куда. Так. Так. Теперь я знаю, что такое грязная охота, про которую мне рассказывала мама. Но я не позволю серым собакам разбойничать в моих владениях. Слышишь? Пять полосок. Я этого не потерплю. Пусть убираются прочь, если хотят остаться в живых. Но я не смогу передать им твой приказ. Я боюсь. Ничего передавать не надо. Они узнают сами. И они узнали. Волчья стая это большая семья, в которую, кроме пары старых волков, входят молодые волки двух выводков. Руководить стаей волчица. У нее самые зоркие глаза и самые чуткие уши. Она привыкла видеть и слышать за всех тех, кто послушно ступает в проложенный ею след. Это ее дети, это ее семья. И на сей раз она вела стаю. Вела и вдруг остановилась, словно попав лапой в капкан. Все замерли. Что ты увидела, мать? След, который принесет нам беду. Да мало ли следов в лесу. Что же тебя так напугало? Это след кошки. Да мы все знаем, что вражда кошачьих и собачьих старинная вражда. Но недавно заглянув в деревню, я видел, как собака гоняла по двору кошку. Потеха. Да нам ли бояться дикой кошки? Нам, стаи волков. Но это дикая кошка. Ударом лапы валит жеребенка. Она уносит оленя на спине. И еще она нас ненавидит. Ненавидит. Эта кошка постарается отомстить нам за все обиды, когда-либо нанесенные семейству кошачьих, семейством собачьих. Через несколько дней стая не досчиталась одного волчонка. Потом так же таинственно исчез и другой. Ох, недаром мое материнское сердце чуяло беду. Эта проклятая кошка не успокоится, пока всех нас не переведет. Надо уходить. И поджав хвосты, волки ушли. Ушли, уступив охотничью тропу тигру. Тем самым они признали, что сильней полосатой кошки в тайге зверя нет. А немного погодя, та же кошка поразила весь лесной народ своей смелостью. Раздался отчаянный крик сойки. А-а-а! Тревога! Спасайтесь! Идет человек! И все лесные звери в страхе попрятались. Кто в нору, кто в дупло, все, кроме тигра, который продолжал лежать в своей излюбленной позе, задние лапы поджаты, передние вытянуты вперед. В лесу все смокло, а тигр лениво зевнул, неторопливо поднялся и пошел, ступая бесшумно по кошачьи. Смотрите, смотрите! Тигр никого не боится! Он идет после этого человека! Тигр шел не для того, чтобы убить. Правда, в Индии встречаются тигры-людоеды, но стали они людоедами по вине искалечивших их неумелых охотников. Калека-тигр уже не способен охотиться за кабанами и оленями, и вынужден искать более легкой добычу. А наш тигр был молод, здоров, и добычи ему хватало. Он просто хотел выяснить, что собирается делать человек в его владениях. И когда убедился, что человек не замышляет против него дурного, вернулся назад на свою примятую удобную лёжку-постель. Вы видите, тигр единственный из нас не побоялся идти по следу человека. Он самый смелый, он самый красивый, он самый сильный, он прогнал волков. Тигр, вот кто истинный повелитель тайги, хвала тигру! И, конечно, тигру это было приятно, тем более, что был отличный солнечный день, и у тигра было прекрасное настроение. По дороге тигр нашёл корешок, вырытый чьим-то рылом или копытом. Тигр понюхал корешок, и длинные жёсткие усы его задумчиво зашевелились. Пахло детством. Когда я был маленьким, я нашёл точно такой же корешок. Братишка стал отнимать, я не давал. Он налетал, я убегал. А потом сам налетел на братишку и лапами его, лапами. И сейчас, вдохнув запах детства, могучий зверь повалился на спину и стал кататься по земле, играя сам с собой. Ему было очень весело, пока он не услышал тоненький голосок. Уважаемый, ты нам очень мешаешь. Мы тебя убедительно просим перестань тут кататься. Отойди немного в сторону. Тигр замер. Стыд и срам. Повелителя тайги застали за детской игрой, недостойной ни его положения, ни возраста. ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебе не хватает места в лесу? Уважаемый, ты пойми, у нас в разгаре стройка. Идет доставка бревен и балок. А ты катался на самой дороге, вдобавок раскидал наших грузчиков хвостом. ха-ха-ха-ха. все мы лес. Ты лес, я тоже лес. Все мы лесу нужны и значит все равны. Повелителя тайги так поразили эти слова, что он открыл пасть, но ничего не мог сказать, только нервно зевнул. А тут прилетела таежная птица кедровка и вмешалась в разговор. Правильно, правильно, муравьи нужны. Они, как и мы, птицы, защищают деревья от вредных гусениц. Муравьев тоже надо уважать, а ты полосатый размахался хвостом, а ничего не понял. Молчать! Чей хвост? Мой! Хочу и размахиваю. Никто не может мне запретить и нечего меня учить. Нужны, нужны. Да кому нужна муравьиная куча и вы, крикунии, убирайтесь из леса, и чтобы я вас больше не видел, проживем без птицы и муравьев. Утром тигра разбудили птичьи голоса. Тучей поднявшись в небо птицы кричали. Прощай, лес! Мы улетаем! Мы улетаем! Прощай, полосатый! Ты еще пожалеешь, что прогнал нас птичек! Пожалей! А между деревьями двигалась колонна муравьев. Они шли с троем, унося в лапках белые куколки, свое будущее потомство. уходят. Уходят. Обиделись. Подумаешь. Нет, возможно, вчера я погорячился, но они сами виноваты. Они меня довели. Ты лез, я тоже лез. Мог ли я слушать подобные глупости? Равнять меня, тигра, с какими-то козявками? И все же настроение у повелителя тайги было испорчено. Со временем все забывается. Тигр забыл эту неприятную историю. По-прежнему были зоркие его глаза, чуткие уши, выносливы ноги. Неутомимый бродяга он мог пройти сзади не тридцать, и пятьдесят километров. Но то ли охотничье счастье ему изменило, то ли в лесу что-то случилось, но кабаны и олени перестали попадаться ему на пути. Тигр пожаловался бурундуку. Знаешь, пять полосок, я не жадный, я терпеливый, могу голодать подолгу. не на этот раз мой пост что-то слишком затянулся. Куда девались кабаны и олени, что с ними стало, не пойму. А ты подними голову и увидишь. Еще не наступила пора листопада, но на многих деревьях Уже не было листвы. Когда тигр разглядел, что шевелится на голых ветках, он, ничего не боявшийся, вздрогнул. Листву обглодали полчища гусениц. Они ползали, извивались и покачивались, словно маленькие змеи, вставшие на хвосты. Фу! 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 Мерзость! И гадко, и даже страшно как-то. Конечно, страшно. Ты прогнал птиц и муравьев, и теперь некому остановить нашествие ползучих обжор. Не! На, они как пожар. Все погубят. Орехов не будет, желудей не будет. Меня не интересуют орехи и желуди. Моя добыча копаны и олени. Все остальное меня не касается. Да ты что? Ты что? Не знаешь лесного закона? Не будет орехов и желудей, не будет корма оленям и кабанам. Да? Да. Не будет и тебе добычи. Да? Да. Сам видишь, почти все кабаны и олени ушли. Да. И скоро все уйдут. А ты почему не ушел? А, у меня в норке еще сохранились прошлогодние орехи. Отборные. Червивых я не беру. Контятся мои запасы, и я уйду. Да? Да. Ты тоже уйдешь. Лесной закон говорит, что все мы... Я не признаю я никаких ваших законов. Я сам себе закон, и никуда я не уйду. Ты знаешь, что такое мартовский наст? Откуда мне знать? Зимой я сплю. А я знаю. Это волчий снег. Их легконогих он держит, А подо мной проваливается и льдистая корочка Режет мне лапы в кровь. Все мои родственники тигры живут в теплых странах. А уссурийский тигр... Я хожу зимой по снегу на израненных лапах, Оставляя кровавые следы. Но я не ушел из тайги и не уйду. Здесь мой родной дом. Ну, а сейчас в родном доме было голодно, тоскливо и тихо. Ни птичьих голосов, ни хруста сучка под копытом оленя, Ни топота кабаньего стада. Опустив голову, повелитель тайги подошел к затихшему муравейнику. Сколько раньше их тут копошилось? Строители, няньки, грузчики. А теперь никого. Ушли. Пять полосок сказал, ты тоже уйдешь. Неужели, прогнав птиц и козявок, Я прогнал из леса самого себя? Да, но если останусь, пожалуй, протяну лапы с голода. В траве возле ручья прыгали лягушки. Голодный тигр придавил одну из них лапой и с отвращением проглотил. Но на другой день, когда он снова появился у ручья, Все лягушки бултыхнулись в воду. Спасайтесь! Это он, тигр, лягушатник. Старая бабушка-легушка, прежде чем нырнуть, Погрозила тигру дрожащей лапкой. Да чего? Да хватился. За лягушками охотится. И тебе не стыдно? А еще тигр. Фу! Тигру было стыдно, очень стыдно. Но ему нестерпимо хотелось есть. И он решил опять поговорить с Бурундуком. Ты не мог бы пять полосок передать им? Ну, тем, то есть этим. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Чтобы они вернулись. Я ничего не имею против. Я даже соскучился без них. Они не вернутся, пока ты не извинишься. Мне извиняться? Да. Мне? Я же повелитель тайги. Царь! Да ты знаешь, какой я гордый? Пять полосок ты случайно не объелся мухоморами? Тигры не извиняются. Никогда и ни за что. Тигр залег у ручья, вздохнул и заснул. Спящего не так мучает голод. Тигр проснулся от щелчка в лоб. Это Бурундук бросил в него орех. Да как ты можешь спать, когда наш лес, твой лес погибает? Тут уже не до гордости. Пересиль себя. Шепни словечко ручью. Он быстрый. Он далеко бежит. Передаст твое слово кому надо. Вечером, придя на водопой к ручью, тигр долго и угрюмо всматривался в свое отражение. Повелитель тайги вздохнул и низко-низко наклонился к ручью. Что сказал тигр ручью, никто не слышал. Но должно быть что-то необыкновенное. Потому что ручей от удивления так высоко подпрыгнул, что чуть было не выплеснулся из берегов. А потом побежал, 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 торопясь унести слово тигра. И когда ручей добежал до тех мест, куда по вине тигра откочевали муравьи, птицы, звери, они услышали поразительную новость. Тигр извинился. Повелитель тайги признал лесной закон. Тигр просит прощения. Тигр просит прощения. А потом на песчаной отмеле ручья отпечатались и лапа тигра, и моя лапка, и копыта оленя, и муравьи, и ножки, и птичьи коготки. Все мы, народ, расписались в том, что нам известен лесной закон. Говорят, эти подписи смыло дождем, но они все равно были. Вот и вся сказка. Если тебе, дружок, случится увидеть на берегу лесного ручья отпечатки звериных и птичьих следов, приложив ладошку к земле, оставь и свою подпись. Ведь лесной закон о том, что надо беречь и зверя, и птицу, и дерево, и муравья, и грипп, и ягоду, и цветок, потому что все живое в лесу связано между собой, должен знать и соблюдать и человек. Вы слушали сказку писательницы Надежды Надеждиной «Как тигр изменился». В передаче принимали участие артисты московских театров. Режиссер Татьяна Сапожникова, редактор Александр Дитрих. Редактор субтитров А.Семкин